Появились правдивые фото жизни алкашей в СССР, на них сложно смотреть без ужаса. В Советском Союзе, несмотря на навязываемый образ спортивного здорового человека-трудяги, алкоголизм был и даже процветал. Некоторые кадры с тех золотых времен доказывают, что люди совсем не удивлялись лежавшему под забором пьянице. Явление, с которым пытались бороться в горбачевские временя, было и процветало, даже вопреки сухому закону 80-х. Пугающими кадрами быта советских пьяниц поделился известный блогер Максим Мирович на странице LiveJournal. Блогер напомнил, что алкашей не стесняясь показывали в кино. К примеру, гениальный Борислав Брандуков, кстати, сам человек не пьющий, сыграл таких классических советских алкоголиков сразу в нескольких фильмах, например, «Афоне» или «Сто грамм для храбрости». Разумеется, алкоголизм существовал и в других странах, но в СССР алкоголизм имел весьма много специфических черт, начиная от социального и профессионального статуса пьющих и заканчивая их. Внешним видом. Советские алкоголики выглядели весьма колоритно, это было обусловлено их социальным и профессиональным статусом, а также видом горячительных напитков, класс гегемон в позднем СССР пил практически все, что горит, пишет Мирович. Советских алкоголиков часто можно было встретить на заводских проходных. Причем таких не увольняли, пытаясь перевоспитывать. Алкоголик знал, что он в любом случае останется на рабочем месте, а все выговоры и товарищеские суды были ему до лампочки. В общем, очень часто среди выходящих с завода людей можно было встретить примерно следующий контингент. Многие спешили в находившиеся поблизости с проходной вино водочные магазины, чтобы отдохнуть, добавил блогер. Соответствующий контингент наводнял массовые очереди за спиртным после введения сухого закона в 1985. Тогда алкоголь продавался лишь в определенное время в определенных магазинах. Практически всегда в очередях была давка, она возникала из-за ограничения продажи спиртного в одни руки, когда доходила очередь до очередного страждущего. К нему через всю очередь протискивался собутыльник, который якобы стоял вместе с ним, чтобы купить в два раза больше спиртного. Кстати, легендарное третьим будешь. Родилось примерно в те же времена, рассказывает Максим Мирович. А вот пиво во времена СССР продавалось практически везде. Ведь напиток считался тогда чуть ли не безалкогольным, и действие сухого закона на пенное не распространялось. Иногда алкаши упивались и валялись прямо в парках, на остановках общественного транспорта и в прочих общественных местах. Что самое страшное, валяющиеся алкаши никого не смущали, не пугали и не удивляли. Они были совершенно интегральной частью окружающего ландшафта, добавил Мирович. Так выглядели советские алкоголики Мвайрович. Мидио. Ранее мы писали про запрещенное фото с советских вытрезвителей, которые пугают жестокой правдой.